Футбол объединяет. Эта фраза как нельзя кстати подходит для товарищеских матчей, которые проводят в городе Шимкенте, что на юге Казахстана. На футбольном поле собираются представители различных религиозных объединений. На один день имамы, священники и пасторы превращаются в футболистов и борются за звание самой спортивной команды. Все мы разные. Можно наблюдать. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то толстый, кто-то худой. Все мы разные по вероисповеданию, по внешнему виду и прочее. Но все мы себя чувствуем одной большой общей семьей. Семьей Казахстана. И вот сегодняшний день мы вместе играем, собираемся для того, чтобы не просто на словах, а на деле показать, что у нас мир и согласие. Ежегодно в октябре в Казахстане отмечают День духовного согласия. Эту дату в стране учредили 28 лет назад. В стране на мае 2019 года насчитывается 18 конфессий и 3738 религиозных объединений. Религиозное многообразие особенно ярко выражено на юге Казахстана, несмотря на то, что регион всегда считался традиционно мусульманским. Каждое воскресенье Падре Ариэль проводит богослужение в римско-католическом приходе святой Терезы Младенца Иисуса. В этот день шымкентские католики собираются в часовне, чтобы помолиться, а затем вместе провести выходной. По предварительным данным, в шымкенте насчитывается около 200 приверженцев католицизма. Большинство из них – это потомки репрессированных в 30-е годы немцев, поляков, литовцев и украинцев. Первый католический приход на Казахстан появился в 1998 году. Во время Советского Союза много католиков переселились здесь, на территории Казахстана. Особенно на севере, но не только. В шымкенте оказалось, что была большая община католиков. И поэтому они сами, как и было в основном везде в Казахстане, обращались к епископу, который тогда находился в Астане. Спрос свой о священнике, и вот, и так и начали собираться, и потом, наконец-то, могли официально зарегистрировать приход, официально работать в шымкенте, в нашем городе. Число прихожан в шымкентском католическом приходе хоть и медленно, но растет, говорит Падре Ариэль. В основном за счет верующих, которые все эти годы не знали о существовании часовни. Обнаружив ее, стали приходить. В приходе немало и тех, кто в прошлом сменил веру. Представители титульной нации нередко обращаются в католицизм. В первое время никто из моих друзей не знал, то есть одноклассники, не особо так я не рассказывала. Но сейчас, возрослев, уже знают мои друзья, мои одногруппники, с теми, с которыми я общаюсь. Моя мама тоже знает прекрасно, поддерживает меня. Воскресные богослужения – важная часть жизни и шымкентских пресвятерианцев. Христианская протестантская пресвятерианская церковь Авеньезер – не единственная на юге Казахстана. Управляет церковью пастор Парасат. По словам священника, церковь и ее прихожане не испытывают притеснений в Шымкенте. Но, тем не менее, пресвятерианцы предпочитают не привлекать внимания к своей вере и избегают общения с журналистами, лишь за редким исключением. Турсунбай Аульбеков нашел, как он говорит, свой путь к Богу в молодом возрасте. За 26 лет он пережил непонимание со стороны родственников и открытое осуждение. Мой тесть часто ругал меня из-за моей религии, но я никогда не пререкался с ним. Всегда старался помогать, чем мог. Я молча терпел и грубо с его стороны. Когда я только женился, семья моей супруги не хотела принимать меня. Они оскорбляли нашу веру, но спустя время все поменялось. Они увидели, что я веду правильный образ жизни, и тесть меня зауважал. Благодаря религиозному многообразию в Шымкенте сложилась уникальная атмосфера. Представители конфессии и различных религиозных объединений не только встречаются в День Духовного Согласия, но и в остальное время стараются поддерживать связь друг с другом. Священнослужители нередко организовывают совместные благотворительные акции, а 18 октября ежегодно мусульмане, православные, католики и представители других религий встречаются в дружеской обстановке. В конце концов, наша цель общая – укрепление духа, веры людей. Несмотря на какую конфессию проповедует человек, но все – Бог один. Когда я разговаривал со священниками, католиками из других городов, и рассказал, что происходит у нас здесь иногда, такие встречи организуются, они говорили, ну, слушай, у нас такого нет. Проникновение ислама на территорию современного Казахстана началось именно с южных регионов, в частности, Туркестанской области. Ее столица – город Туркестан, один из древнейших городов Казахстана, который был центром суфизма благодаря религиозному проповеднику Ахмеду Иссави. Позже в его честь построили мавзолей и возвели мечеть. Сегодня этот комплекс известен в мусульманском мире как Хазрет-Султан. Однако богатая история ислама в этом регионе не мешает появлению и других религий. Между собой мы – 17 конфессий. Поддерживаем тесную связь, иногда ходим друг к другу в гости, часто проводим совместные семинары, встречи. На различные праздники отправляем друг другу письма с поздравлениями. Появление христианства на территории Туркестанской области способствовало развитию торговых путей. Через Великий Шелковый путь сюда начали прибывать миссионеры. Также сюда впервые начал проникать буддизм и другие религии. А позже вместе с Российской империей сюда пришло православие. Сейчас христиане являются второй по численности верующих религиозной группой Казахстана. Если к нам храм приходит, бывает и мусульмане приходят, бывает и другого вероисповедания, мы здесь не ставим какой-то вопрос, кто-то там по национальности или кто-то там по вероисповеданию. Если нужна помощь, мы ее оказываем. Далеко не редкость то, что в Казахстане христиане празднуют наурыз и ходят в гости во время Ораза Айта, а мусульмане окунаются в прорубь во время хрещенских купаний и отмечают Пасху. Эта особенность даже стала поводом для многих шуток. Субтитры создавал DimaTorzok